Иудеи, которые сражаются за халифат. Это не бред и не фейк. Спецслужбы Франции полагают, что некоторые евреи из этой страны отправились на Ближний Восток, чтобы встать под зеленые знамена ислама. Расскажет Сергей Ауслендер. Первым эту сенсационную информацию обнародовал депутат французского парламента Мейер Хабиб, сам, кстати, еврей. Он, правда, отметил, что речь не идет о некой подтвержденной информации, речь идет об обоснованных подозрениях. О том, что французские граждане принимают участие в боях на стороне исламистов, было известно давно. Это никакая не новость, но речь, как правило, шла об арабах, выходцах из Алжира или Марокко. Если же евреи участвуют в войне на стороне ИГИЛ, то это будет просто конец света. Так и сказал Хабиб. В Израиле, например, тоже известно о том, что граждане еврейского государства принимали участие в боях в Сирии. Одни на стороне мятежников, другие на стороне армии Асада. Известно как минимум о трех гражданах, которые присоединились к ИГИЛ, проникнув на его территорию через Турцию. Но речь шла об израильских арабах или друзах, которые живут на севере, вблизи границы Сирии. Надо сказать, что участие израильтянина в боевых действиях в интересах некой третьей стороны оценивается уголовным кодексом в пять лет лишения свободы. Если же этот человек погибает, то государство не несет перед его семьей никаких социальных обязательств. Сейчас эксперты активно обсуждают, существует ли вообще перспектива столкновения Израиля с войсками ИГИЛ. И многие из них приходят к выводу, что эта перспектива вполне себе определенная, не такая уж и отдаленная. И причем многие из них говорят о том, что именно Израиль и есть та сила на Ближнем Востоке, которая способна эффективно противостоять экспансии исламистов. Террористы ИГИЛ сейчас используют старую тактику. Размещение своих объектов в жилых кварталах, заложники, живые щиты и тому подобное. И только Израиль обладает опытом борьбы с террором в таких условиях. О том, как поведет себя еврейское государство в случае появления отрядов исламистов вблизи его границ, прекрасно известно. Их появление здесь ожидают с двух направлений. Первый это Сирия. Там войска халифата действуют достаточно успешно. Никто, конечно, не собирается позволить им приблизиться к границам Израиля. При появлении их в какой-то определенной зоне, это несколько десятков километров от границы, ВВС Израиля немедленно начнут их атаковать. Второе направление это Иордания. С этой страной у Израиля достаточно хорошие отношения. Она, если и не союзник, то и не рассматривается как враг. Так вот, по поводу Иордании в израильском руководстве говорят так. В случае угрозы этому государству со стороны ИГИЛ, Израиль будет защищать иорданские границы, как свои собственные. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль.